Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта. Пункты 16, 17, 18, 19, 20. Сооружения и устройства железнодорожного транспорта должны удовлетворять требованиям габаритов приближения строений С, СП, С250, 1СМ. Габариты приближения строений должны соблюдаться у всех эксплуатируемых железнодорожных путей общего и необщего пользования, сооружений и устройств, ранее приведенных к указанным в настоящем пункте габаритам. Владелец инфраструктуры формирует перечень негабаритных мест, подлежащих приведению в соответствии с правилами, осуществляют проверки габаритов сооружений и устройств и устранения негабаритных мест. Запрещается нарушать габарит приближения строений при проведении любых ремонтных, строительных и других работ, за исключением случаев полного закрытия движения по железнодорожному пути, габарит которого нарушается на период проведения работ. На прямых участках перегонов расстояние между осями 1-го и 2-го главного путей, а также 3-го и 4-го главных путей должно быть не менее 4100 мм. Расстояние между осями 2-го и 3-го главных железнодорожных путей на прямых участках перегонов должно быть не менее 10 000 мм при скорости движения по любому из смежных путей свыше 140 км в час, не менее 8 000 мм при скорости движения не выше 140 км в час. А в сложных топографических, инженерно-геологических, планировочных и других местных условиях, когда применение основных норм проектирования вызывает значительное увеличение объема строительно-монтажных работ на существующих линиях, необходимость переустройства земляного полотна станционных железнодорожных путей и искусственных сооружений, сноса капитальных строений не менее 6000 мм, соответствующим снижением скорости до 90 км в час и менее. До реконструкции железнодорожной линии допускается сохранять расстояние между осями 2-го и 3-го главных железнодорожных путей не менее 5000 мм, соответствующим снижением скорости до 90 км в час и менее. Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на железнодорожных станциях прямых участках должно быть не менее 4800 мм, на второстепенных железнодорожных путях и железнодорожных путях грузовых районов не менее 4500 мм. До реконструкции путевого развития действующих железнодорожных станций допускается сохранять расстояние между осями смежных железнодорожных путей, менее установленного настоящим пунктом, но не менее 4100 мм, а также сохранять при расположении главных железнодорожных путей на железнодорожных станциях крайними расстояние между ними не менее 4100 мм. Расстояние между осями железнодорожных путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов, контейнеров из вагона в вагон, может составлять не менее 3600 мм. Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на станциях железнодорожных путей необщего пользования на прямых участках железнодорожных путей должно быть не менее 4600 мм. Горизонтальное расстояние на кривых участках между осями смежных железнодорожных путей и между осью железнодорожного пути и габаритом приближения строения на перегонах и железнодорожных станциях должно соответствовать проектной документации и требованиям габаритов железнодорожного подвижного состава и приближения строений. Пассажирские и грузовые платформы, расположенные на железнодорожных линиях со смешанным движением пассажирских и грузовых поездов на прямых участках, должны соответствовать габарит приближения строений. Пассажирские и грузовые платформы Пассажирские и грузовые платформы Пассажирские и грузовые платформы Пассажирские и грузовые платформы Дом не превышает 270 миллиметров при расстоянии от оси пути не менее 1425 миллиметров На пассажирских остановочных пунктах владелец инфраструктуры или владелец пути необщего пользования должны обеспечивать освещение мест посадки пассажиров вагона и высадки из вагонов и помещения для пассажиров. Пассажирские платформы, расположенные у железнодорожных путей общего пользования, по которым пропускаются пассажирские поезда со скоростью более 200 км в час, оборудуются владельцем инфраструктуры с защитными ограждениями пассажиров от воздушного удара на расстоянии не менее 2 метров от края высокой платформы и не менее 2,3 метра от края низкой платформы. Владельцам инфраструктуры на расстоянии не менее 2 метров от края платформы со стороны движения скоростного или высокоскоростного пассажирского поезда наносится линия, обозначающая границу опасной зоны. Железнодорожные линии на участках обращения пассажирских поездов со скоростями более 160 км в час должны быть ограждены владельцами инфраструктуры. Ограждения не устанавливаются в местах, где доступ к железнодорожному полотну ограничен естественными или искусственными препятствиями.